Всем огромный привет! Завтра у мамы день рождения и мы собираемся готовить. Сейчас я вам покажу, что значит. Я уже приехал, сегодня был немного занят делами. Значит у нас есть вот такой свиной ошейк, 3 килограмма, затем куриные грудки, вот такие вот хорошенькие и ухо оно все замерзшее. Ты ставила в морозильник? Все это мы сейчас будем отдельно мариновать. Значит у нас будет шашлык, у нас будет на гриле куриные грудки и стейки у нас будут. Бабушка вон сейчас будет нам лук чистить, а мы с мамой будем... О, ты постриглася? Всем привет любящим подписчикам! Критикующим подписчикам! Тебе, кстати, очень хорошо и да красный цвет. Да, красиво очень в красном цвете. Так, еще вам хочу показать, я нашел в магазине вот такую классную штуку AC гриль, 5 перцев, маринад в пакетике. Вот это вот для барбекю, 50 грамм на 1,5 килограмма. Вот тут я буду вот мариновать такие вот стейки на косте. Вот этот маринад сюда дадим. Тут у нас будет чеснок, зелень, а тут будет только лук. И остальные ингредиенты я сейчас перезвоню и спрошу у Саши, потому что я хочу замариновать по Сашиному рецепту. Такой вот ножик, черные перчатки. Значит, вот я думаю, что здесь, в этой посуде не можно будет замаринать вот эти. Нам надо будет три разные. Здесь у нас свинная корейка. Вот смотрите, 300 гривен, 2,5 килограмма. Сейчас будем открывать. Кстати, очень хорошо, что она немножко подмороженная, потому что будет лучше резаться. Сейчас будем стараться резать тоненько, кость в кость, для того, чтобы потом на огне они... Женщина в магазине говорила, что тут много нету жира. Сейчас посмотрим, правду ли она говорила. Надо нам стараться вот так, чтобы тоненько, чтобы оно потом хорошо прожарилось. Как стейки, да? Ну да, получается, вот видишь, как стейки костью такая вот. Нож хорошо режешь. Да, немножко отобьем еще их. Это же специальный такой большой ножик. Смотри, где косточка, видишь? Там в холодильнике есть розмарин для мяса. Да, мы дадим попозже. Тут же есть уже маринад. Да, розмарин обязательно будет очень вкусно. А свежий есть, да? Да, свежий есть розмарин. Можем их сюда поставить, оно чистое, потом вот. Ну, в тот раз вот это очень вкусно. Мне кажется, даже немножко тоньше режешь. А я не могу, потому что здесь кость. По косточке, понял? Да. Тут же кости нету, по косточке. А потом, когда ты отобьешь, вот, оно будет уже другое. Вот видишь, кость. Смотри, вот. Батиде кость. Смотри. Смотришь? Оно ж еще заморожено, и это мясо потом разойдется. Надо... Ну, бач, тут уже кости... Вот, по кости надо риться. Вот. Сколько тут? У нас будет большой ассортимент. Кто-то может на диете, кто-то будет кушать куриную грудку. Рыбу я разморожу с утра, сынок, я ее не вытащила. А рыбу надо уже... Да? Мы ее замаринуем. Ну, тогда сейчас ее вытащим. Да, дадим туда специи, чтобы она постояла. Оно более вкуснее. Будет вот этот один единственный, что получилось. Тоня. Чтобы я ее вчера почистила, положила в морозильник. Даже если ты замаринуешь, она завтра водичка выйдет, но все равно будет маринантом. Вот это что-то не хочет ризаться, глянь. О, пошло. У нас есть вот такая штука, что отбиваем? Есть, есть. Малоточки. Да. Будем пробовать. А еще чуть-чуть еще разморозится. Бачишь, вот тут уже не очень и режется, и не очень... Бачишь, тяжело найти кость, где воно есть, глянь. Бачишь, тут вроде не много, а вот тут вот оно, смачно. Это потом, когда хорошо отобьем, то есть не пугайтесь, что оно такое толстое, но отобьем сейчас хорошо. И вот это, по идее, должно разрезаться пополам. В две части, да? Ну, что-то оно не очень хочет. Из-за, смотри, чем-то, потому что оно не сильно разморожено. Другой ножик взять, более острый. Да нет, это же ножик роли наиграя. Наоборот, этот ножик очень хороший. Ну вот, что у нас тут? Это же он вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. О, десять, двенадцать штук. Так, сейчас будем их отбивать. Жми на стоп. Так, сейчас будем стараться отбивать. Конечно, не очень хорошо, что оно заморожено, чтобы наложалось от кусками. Некоторые люди отбивают в пакетике, там, на отбивные. Мы этого делать не будем. Нам вот главное отбить до кости. Вот, кость, ножик, когда уже отбиваешь, оно уже получается тоненькое. Знаешь? Угу. И с другой стороны ложим. Толю раз шлифануть. Мариновать. Ножим пока вот так вот, так он будет тоненький. И так с каждым будем делать. Будем использовать приправу к мясу, соль, перец и немного сметаны, чтобы мягче было, потому что нету ни кефира, у нас ничего, поэтому будем сметану немного добавлять. Тут она не соленая, вот эта приправа, поэтому будем делать вот так. Давать соль сверху. Вот. Потом перец сверху. Будем давать вот эту приправу сначала сверху, а потом уже внутри. И сюда же мы потрём одну луковицу. Вот смотрите, вот так вот пока мы... И ставим их вот так. Вот и так будем делать с каждым. Так, смотрите, уже приправу сюда дали. Сейчас сюда дадим розмарин свежий. Можно вот так вот даже поломать, чтобы он запах запустил. Ого! Сюда дадим чуть-чуть сметаны. И натрем сюда сейчас... Ну, а не надо, чуть-чуть. И натрем сюда одну луковицу. Внизу, сынок. Подай луковицу. Ого! Чтобы луку натрыли. Не страстно теркать, если хочешь. Она кружальцами режет. Не, она не надо, нам наоборот надо вот так. Мелкая, да? Чтобы сок. Сейчас покажу. Вот. Надо вот так. Так Саша делает, бач. Вот так. Можешь? Угу. Угу. Вот. Ну, тут и пускай сок. Угу. О! Розапый чуть. Вот. И сюда сверху. Вот так вот лук. По-моему. Саша давал лук сверху, да? Че не давал? Я не помню. Но теперь мне Саша б мясо не делал. По-моему. По-моему, мне давал лук. Вот. Ну, кажется, что мне еще и не давал, да? Мне кажется, что он только сок выдавливал. Я не помню, что он не могу тебе сказать. Здесь делаем вот так. Потому что, может, что он уже индийский надавал. Я уже не помню. Ну, что, вот так вот. У меня лук очищу отсюда. Вот так. Это что, сок будет, так придем сварю. Не знаю, как этот лук, че не буду им потом угореть. Главное, розмарину сверху покидай, потому что он очень любит бестаки розмарину. Ну, сейчас покидай. Вот. Трамбуем. Ну, оно постоит до завтра хорошо. Он хорошо промаринуется. Вот. И будет супер. Мы так сейчас все мясо сделаем. Сейчас до шашлыка поредаем. Завтра будет очень много разного мяса. Мы будем делать еще брускетты. Что же сделаем на брускетты? Заправку. Ну, вот все. Вот это можно будет накрыть сверху пленкой. И так, даже как на улице холодно, можно холодильник поставить. На улице, да, на улице можно поставить. Можно ставить на террасу на улицу, да? Да. Так что, вот это перший маринад.